Всем привет на моем канале. В этом видеоролике будем настраивать TP-Link 841 обычный роутер, самый ходовой роутер, самый удобный для большинства, потому что очень удобный интерфейс. Я показывал много обзоров на этот роутер и, в принципе, показывал, как его можно настроить повторителем. Мы будем настраивать его усилителем Wi-Fi сигнала и настраивать раздачу с помощью LAN-порта, если у вас даже нет доступа к самому роутеру основному, то вы сможете сделать раздачу по LAN-порту, то есть проводочкам к вашему устройству, даже без, скажем так, того, чтобы протягивать провод. В общем, есть уже такое видео, есть несколько моделей 841 роутеров, есть старая модель, это версии 10 и ниже, есть более новые модели, отличаются они и процессорами, и, в принципе, прошивкой отличаются. Я показывал и ту, и ту модель, и на старых версиях нет режима усилителя Wi-Fi репитера. На новых моделях эта штука есть, и, соответственно, там попроще. Мы можем сейчас, кстати, посмотреть вот TP-Link, давайте на картинке покажу, Link 841. Вот это вот старая, кстати, модель, вот такая она. А есть более новая модель, она в другом чуть корпусе. В такой коробке уже новые идут модели, и чуть-чуть отличаются корпусом, корпусом. Вот, а вот это старая коробка. Здесь нет режима моста, чтобы вы понимали при покупке, что здесь есть режим WDS. Это что-то подобное, но это чуть-чуть не то, и работает не так, не очень хорошо. И вот, собственно, у меня сейчас вот такой вот роутер в такой коробке, и мы его сейчас будем шить под прошивку DD-VRT, для того, чтобы сделать из него что-то более-менее путевое, которое будет работать нормально таким образом, то есть в режиме повторителя. Потому что по WDS это проблема, как правило. Значит, прошивается все очень просто. Прошивок DD-VRT достаточно много источников. В принципе, если что, скину в Telegram-канал, ссылка на него будет в описании. Можете, в принципе, заходить, подписываться на Telegram-канал, там будет возможность скинуть эту прошивку. Это будет под модель 841, и там есть на донышке всегда написано будет версия V10, V8, V11, V14. Это будет под 10-ю версию. В принципе, она, по-моему, под 11-ю тоже подходит. Прошивка. Чтобы прошить, сейчас я покажу, как это прошивается. В принципе, я показывал, как прошить обычной прошивкой. Здесь никакого, особенно, ничего нету. Скачали прошивку, называется она DD-VRT. Из заводской прошивки иногда требуется переход на DD-VRT. И вот, в принципе, я шил сразу. WebFlash, BIN 841, MDN. Эта роль не играет, там отличие только в антеннах. И здесь вот версия NV10, версия 10-я. Это более современная прошивка 3.16.9. Это, по-моему, та, которую я сначала шил, но разницы не увидел. Собственно, после прошивки, посмотрите видео, как его прошивать, вы увидите, что у вас в Wi-Fi-сетях появилась сеть DD-VRT. Она открытая, просто подключиться к ней нужно. Переходим в браузер, набираем адрес 192.168.1.1. Попадаем на вот такую панельку. Здесь необходимо первым делом в новых прошивках задать какое-нибудь имя пользователя. Перейти, задать для этого пользователя пароль. Повторить пароль и нажать Change Password. Все, попадаем в менюшку. Ничего сложного нет. Можно включить в Administration. Снова же, теперь уже нужно будет ввести пароль. И после ввода верного пароля вы уже попадаете в меню администрации. Это тот пароль, который мы только что задавали. Здесь есть обновление ПО. И нам важно первым делом, наверное, сменить язык, чтобы было более понятно. Это делается вот на этой вкладке. Management. И сменяем язык. Ставим тот, который вам будет удобный. Saved. И видим, что теперь все более-менее на понятном языке. Далее, что нам будет необходимо сделать? Первое, что нужно сделать, сменить IP-адрес роутера. Сменить нужно будет адрес локальной сети. Вот здесь мы делаем подсеть такую же, как у нашего основного роутера. Это можно посмотреть в настройках Wi-Fi вашего роутера. То есть вы подключаетесь, например, к своей основной сети какой-то. Заходите в настройки сети. И внизу в информации вы можете видеть, что у вас DNS. Сервер 2.1 идет. Значит, мы должны поставить 2.10. Поставим так 2.10. Теперь переходим, не забываем вернуться обратно на DDVRT. Все, осоединилось. Как-то долго соединяется. И вот здесь мы вводим, мы видели там 2.1. 2.1 нельзя будет конфликт IP-адресов. Ставим 2.10. Шлюз, соответственно, это тот, который мы только что смотрели. Адрес. Вот тут уже 2.10 не нужно. Тут ставим 2.1. Шлюз будет у нас один, который будет пробрасывать DNS. DHCP точнее адреса. Здесь мы ставим, в принципе, здесь можно ничего не менять. Можно перенаправление DHCP сделать. Вот так вот. И сервер DHCP мы ставим 192. 168. 2.1. Это будет наш сервер. Сохраняем. Далее, в Wi-Fi настройках выбираем режим клиентский мост с маршрутизацией. Смешанный, полный. Здесь все оставляем так же. А здесь ставим то название сети, которое мы хотим усилить. То есть, у меня это будет, например, вот эта сеть, которая только что подключалась. Списываем ее. Деволо. 462. Все. Дополнительные параметры можно не настраивать, в принципе. Сохраняем. Здесь нужно будет потом добавить виртуальный интерфейс. Можно сразу, в принципе, вот добавить. Вот этот интерфейс. Это уже будет то, что будет у вас раздаваться. Под каким именем вы будете раздавать свою сеть Wi-Fi. Принимать будете вот эту сеть, а раздавать вот эту, соответственно. Можно ее оставить так вот. Например, добавить и тоже сохраняем. Мне, в принципе, Wi-Fi сеть не нужна. Ну, давайте для... Вот так оставлю, например, TVAP. Называем TVAP. Будет сеть. Если вы дальше не делаете настроек, то у вас, в принципе, соединения не будет. Потому что нужно сойти в безопасность. И, как минимум, вот здесь выбрать для первой сети. Деволо, как видим, 462. Ключ, соответственно, такой, какой прописан в роутере. В роутере в том, который мы будем усиливать. И, соответственно, пишем здесь ключ вот сети. Вот этой вот. С которой мы принимаем с Деволо. Вносим ключ полностью. Есть. Сохраняем. Иначе все настройки уйдут. А здесь уже вносим для нашей сети ключ, который захотим. В принципе, это уже наше желание сделать какой-то ключ. 8 нулей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Например. Сохраняем. Можно оставить открытой. Если вам нужна вторая сеть, открытой, без проблем также. По большому счету, на этом настройка основная и закончена. Все сохранилось вроде бы. Посмотрим сети. Да, нужно еще будет, кроме того, что сохранить, нужно еще применить обязательно настройки все. Давайте применим их, кстати говоря. Посмотрим, что получится. Здесь должна появиться, соответственно, наша сеть T-WAP. А DD-WRT уже исчезнет. Вот она, T-WAP. У меня почему-то два высветила, но такое бывает. Уже можно подключаться. Подключаемся. Здесь у вас запросит пароль. Пароль, который вы, соответственно, вот здесь внесли. 8 нулей. Сейчас мы попробуем подключиться без пароля. У меня уже, в принципе, была T-WAP-сеть. Я уже пробовал настраивать перед этим роутер. И там был другой пароль. Соответственно, здесь, да, вот будет ошибка. Потому что пароль был другой. Его следует изменить. Забыть. А теперь вот так вот мы подключимся к нашей новой сети. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 нулей. То, что мы вводили, собственно, здесь. Это нам не нужно. И вот мы видим, что мы уже попадаем на роутер. Снова смотрим основное. Настройки. И здесь, как видим, мы не приняли настройки. Это плохо. У нас должно быть здесь 2, 10. Мы забыли их сохранить. Надо не забывать сохранять. 168. 2, 1. Точнее, даже применять. Вот. И здесь теперь, после того, как мы указали в Wi-Fi настройках, соответственно, клиент с маршрутизацией здесь уже настройки DNS не будет требоваться. Сохраняем, применяем. Теперь у нас уже будет другая сеть. И теперь мы можем уже по этому адресу 2, 10 заходить сюда и смотреть, что у нас происходит. В состоянии, например, обязательно вносим снова же пароль. В состоянии, например, мы можем посмотреть загрузку сети, сведения о системе. Вот у нас загрузка сетей. Здесь у нас будут графики. И, в принципе, по идее, уже должен быть интернет. Вот у нас TVAP-сеть, которую мы только что копировали. Ну, давайте проверим какую-нибудь... Запустим какой-нибудь спид-тест. Ну, вот, пожалуйста. Можно их принять. И, в принципе, скорость у меня обычно 40 здесь по Wi-Fi. Здесь 23, немножко режется скорость. Но, тем не менее, сам сигнал уже гораздо мощнее. Мы сможем этот роутер куда-нибудь отнести и усилить таким образом сигнал. И самое главное, что у нас получается, это то, что мы можем, например, устройства, у которых нет Wi-Fi адаптеров, Wi-Fi модуля. Здесь десятка у меня максимальная. Где нет Wi-Fi модуля, мы можем... Вот это вот ограничение, в принципе, по максимуму давит. Подключать проводом. Берем любой порт. Причем мы сейчас можем здесь назначить... Это можно закрыть. Назначить тот же, даже пятый порт здесь. Если мы хотим, чтобы OnePort был уже пятым портом. У нас заняты все четыре, например, на роутере. Мы можем и его назначить. Поставил галочку, у нас будет пять устройств подключаться чисто по кабелю, у которых нет вообще Wi-Fi. Да, еще можно в безопасности отключить вот эту вот штуку. Брандбаумер. Если у вас возникают какие-то проблемы, лучше его отключить и применить. Собственно, вот это и вся настройка. Сложного ничего нет. Работает более стабильно, настраивается просто. Настройок здесь очень много. Поэтому рекомендую. Прошивайте, настраивайте, подключайте. В следующих видео будем рассматривать настройку тарелки и сканирование каналов с астро и пятый градус. Также настройку этого роутера на стоковые прошивки и возврат на стоковую прошивку. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Будет интересно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok